Летающая тарелка в деревне Протасово снова в деле. Долгое время, а именно 10 лет, она простаивала. Жители деревни, как и гости округа, гадали, что же там внутри. Пришло время раскрывать секреты. Этот проект начал свое рождение, можно так сказать, в 2002 году, когда здесь проходили испытания летающей тарелки, которая сейчас стоит в музее Ново-Ивановское. Музей называется «От тачанки до летающей тарелки». И тогда здесь наши военные действительно испытывали новый вид техники. И многие жители видели здесь тарелку в небе. Кто-то даже рассказывал, что они входили в контакт с анопланетянами. И пошло поверье, что здесь такая аномальная зона. На самом деле зона аномальная, действительно. Она находится на картах уфологов наших. Была идея создать какое-то место притяжения, точку притяжения для туристов, для детей, для взрослых. Рассказывать о космосе. Рядом с нами, вы знаете, звездный городок, рядом с нами РКК «Энергия». И вообще мы все очень близки к этой теме, к этой сфере. Двухэтажную конструкцию создал инженер и предприниматель Александр Пяткин. Площадь тарелки 250 квадратных метров, но располагается она всего лишь на 36 квадратах. Может двигаться. Сейчас проект в стадии развития. Здесь создают культурно-досуговый центр для детей и взрослых. Пока же проходят мероприятия различной направленности. Например, бизнес-игры для предпринимателей. Уготовьтесь сегодня. Вы проявитесь так, как вы привыкли проявляться в жизни. И маски сегодня будут сняты. Бизнес-тренер Надежды Половых рассказывает гостям пространства «Летающая тарелка» о том, как будет проходить встреча. Ключевая задача сегодняшнего мероприятия – это познакомить предпринимателей, собственников бизнеса, как бизнес-игры можно использовать в работе с командой, собственной командой. И сегодня мы это на примере игры «Олимпик» будем делать. Эта игра позволяет увидеть, есть ли проблематика в коммуникации, увидеть, кто проявляется как лидер в команде, научиться принимать решения в ситуации стресса, в неопределенной ситуации. Самое главное, конечно, брать на себя ответственность за эти решения. Вот именно это сегодня мы и будем делать. Формат игры – бизнес-квест. У каждого участника своя роль на воображаемом корабле. Задача – избежать кораблекрушения. Участникам будет важно спасти не просто корабль, но и, конечно, всех людей, которые на судне находятся, и выйти, скажем так, сухими из воды, как раз-таки используя, нарабатывая те навыки, качества, которые я озвучила. Организатором встречи стало подмосковное отделение общественной организации «Опора России». Ей уже больше 20 лет. Сегодня мы встретились в этом уникальном месте, в «Летающей тарелке», действительно уникальный объект в Щелковском районе, для того, чтобы провести бизнес-игру для предпринимателей. Приехали предприниматели из разных городов Московской области, не только Щелковский. Здесь и Королев присутствует, и Красногорск, и Химки, и другие города. Почему мы сегодня здесь собрались? Дело в том, что буквально пару недель назад у нас в Королеве, в соседнем городе, прошел бизнес-лагерь для предпринимателей. Мы на берегу Клязьмы два дня с нашими дорогими предпринимателями встречались, общались со спикерами, они слушали выступления спикеров, катались на байдарках, на сапах, отдыхали на свежем воздухе. В общем, это была такая перезагрузка полезная для бизнеса. И мы решили сделать такой подарок всем участникам нашего бизнес-лагеря. Это бизнес-игра сегодняшняя. То есть мы еще раз с ними встретились, но уже в другой обстановке, в этой летающей тарелке, для того, чтобы сегодня провести бизнес-игру на командообразование, на прокачку своих целей. В общем, это будет полезно каждому предпринимателю, да и, в принципе, наверное, любому человеку. У кураторов проекта большие планы. В ближайшее время тарелку ждут изменения, и внутренние, и внешние. Мы планируем перекрыть крышу, она будет металлической, и планируем досовершенствовать боковую часть. Ну, все в процессе. Мы только-только начали, две недели мы открыты, и, конечно, не все еще успели. Все будет в процессе постепенно меняться. Так что всегда ждем на нашем мероприятии. Вы увидите изменения. У проекта «Летающая тарелка» есть свои странички в соцсетях. К примеру, ВКонтакте, НЛО, Протасова. Здесь можно ознакомиться с афишей ближайших мероприятий. Анна Наприенко, Владислав Реус, Щелковское телевидение.